Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в Trader Live Simulator. Сегодняшняя серия не будет выделяться чем-то особенным, она будет обычно рутинным. Будем раскладывать товары по полкам, будем собирать прибыль и покупать какую-нибудь мебелину. И если ты до сих пор не подписан на канал, собственно говоря, подпишись на него, поставь лайк и прокомментируй. Напиши, что тебе нравится, что тебе не нравится, и мы это обязательно учтем в будущих видео. А пока что приятного тебе просмотра. Бери там печеньки, чаек, кофеек или что-то, не знаю, на твой вкус более подходит для просмотра этого видео. И наслаждайся просмотром. Дружище, который написал по поводу того, что никогда ты не смотрел 52-минутные ролики за 5 минут, ты большой молодец. И как я тебе ответил, длина роликов была бы недостаточной. Точнее, количество роликов было бы недостаточной. Если бы я снимал только то, что нужно. Только то, что имеет какую-то суть. То есть, если бы я не выкладывал товар, меня бы, может быть, и смотрел меньше человек. А если бы я выкладывал товар... Я не знаю, короче. Большинству людей на моем канале нравится, как я понимаю, смотреть на то, как я выставляю товар и покупаю всякие ерундовины. И, в принципе, меня это в целом устраивает. Так что, если тебе не нравится, ты, конечно же, можешь смотреть по 5 минут мои ролики, но... Кто же тебя запрещает и может запретить? Ой, хлебушек выпал. И как быть? Никак не быть. Все. Так, а где... А, что с этой машиной? С этой машиной все, в принципе, хорошо. Пойдем, значит, затаримся. Нет, сначала мы пойдем поедим. Но не будем скупиться на еде. Потому что мы можем себе позволить купить еды, наконец-то. Наконец-то мы дошли до 23 серии, когда мы можем спокойно покупать еду и не бояться того, что у нас не хватит денег. Красота. Так, две пачки колбасы надо купить. Мясо пока не знаю, будет оно нужно или нет. Бургеры есть. Вафли... А, кексы кончаются. А вафли кончились почти тоже уже, да? Как и кексы. Ну да, уже маловато. Колы можно купить. По химии тут... Вообще какой-то сыр-бор получается. Не ясно, что нам нужно покупать, что не нужно. И да, ткань это ткань. Это не салфетки для уборки, это ткань. Если ты мне не веришь, прочитай. Ой, это не ткань. Подожди. Вот ткань. Тетка... А, вот она. Смотри в левом нижнем углу. А, блин, тут же я. Ну, если я не забуду, то ты увидишь, что это ткань. Так что... Ай-яй-яй, меня учить не нужно. Написано ткань, значит ткань. Вот написали бы, что это салфетки для уборки кухни чуть длиннее, чем туалетная бумага и бумажные полотенца. Тогда бы так и было бы. Ну, давай определимся для начала, что нам нужно купить. По консервам, как бы, так, приемлемое количество у нас консервов. А вот масла обычного у нас нет. Как я понимаю, да? Масла-то нет. Масла нет. Да всего нет. Поехали, короче. Где у меня камаз мой стоит? Ой. Как я оставил, так он и стоит. И как забраться? Никак не забраться. Ладно. Слезай. Слезай, мы поехали затариваться. На 3000, думаю, у меня хватит затариться. И будет хорошо все. Будет у нас огромное количество товаров. Ну, не прям огромное, но... Его должно хватить. Его должно хватить для того, чтобы мы... Разложили. И заполнили весь магазин. Как бы нам больше вот и не нужно. Правильно? Правильно. Снимаю я достаточно поздно уже, поэтому, если что, у меня голова вообще теперь не варит. Сегодня что-то вообще... Не успел я. Записать, ничего. Ну, и ничего страшного. Как бы выйдет одно видео завтра. Сегодня, точнее, ты посмотришь одно видео, и выйдет оно, скорее всего, даже не знаю когда. В обед должно выйти. Поэтому, ну, как бы... Не знаю, не знаю. Когда выйдет, тогда и выйдет. Ты же все равно посмотришь его. Ты же обязательно его посмотришь. И получается у нас что завтра? Точнее, сегодня уже первое апреля. С днем дурака тебя. С днем дурака. И... И все. И все. Я торты решил сразу сюда поставить, чтобы... Чтобы не бегать потом. Отдельно их не складывать. Точнее... Короче, ты понял. Все. Ставим это вот сюда. Зачем я эту тележку подкатил вообще? Не знаешь? Я тоже не знаю. Отбеливатель вот этот. Вот этот вот сюда. Химии по одной давай закупим. Апельсинов нет. Беда какая. Моющие средства вот сюда. Умягчитель вот сюда. Химии всей мы купим по одному экземпляру. По одной коробочке. Потому что... Потому что... Я так хочу. И думаю, что пока что нам этой химии хватит. А вот клубничных печенюшек нам не хватит одной штуки. Поэтому... Постараемся мы их купить по две. Правильно я говорю? Правильно. Кукурузных хлопушек давай купим, чтобы были. Почем они там у нас сейчас? Курс не вырос, курс не вырос. 30 долларов как стоили, так и стоят. Давай шоколада. Титфортад из-за границы. Тоже прикупим. Написали, что... Написали, что... Написали, что... Куар-код. Ни хрена ничего не значит. Это просто Куар-код, который придумал разработчик, я так понимаю. Но он все равно должен что-то открывать. Либо он нечитаемый. Либо же он... Либо же это не Куар-код. Вот. Так. Что мы делаем-то? Что я собрался делать? Купить кешью нужно. Кешью выставим сейчас... На торец. И выставим печенюшек. Вот куда печенюшки ставить, я пока еще не решил. Но мы сейчас обязательно придумаем. Шоколадное молоко, говорит, у нас закончилось. Давай купим шоколадного молока. Две пачки купим, чтобы... Покупатели наши... Нет апельсинов. Нет апельсинов. Будут апельсины, будут апельсины. Ну-ка, поставься. Стол нужно, наверное, прикупить. Или подожди, или я его купил. Да, у меня есть стол. Точнее, он всего один у меня... Нет, один с арбузами, другой у меня в руках. Но можно на этот, который у меня в руках, выкладывать фруктики, овощи, чтобы они лежали на виду у всех. Правильно? Правильно, тоже хорошо. Тоже хорошее решение. Хочу сказать тебе, что рафт немножечко задерживается. Даже не то, чтобы немножечко, он прям задерживается. Он прям выйдет, когда, не знаю, даже когда рафт этот выйдет. Потому что на него тоже нужно время. Такая игрушка тоже странная немножко. Она вроде как бы простая и занимает не так много времени. Но на записи ее уходит прям миллионы-миллионы часов. Ну, я думаю, ты посмотришь сейчас трейдер-лайв-симулятор и пока не будешь на меня кричать. Из-за того, что не выйдет всего лишь один видос. Правильно? Правильно. Да, молочка прикупим, чтобы стояло оно у нас тоже. От него никому плохо не остановилось. Пока пиццы, кстати, у нас, по-моему, тоже нет. Так, а это коробочка? Коробочка. Коробочку мы ставим вот сюда. Картошки фри у нас нет. Это недосмотр. Недосмотр, понимаешь? И вот этой всей хрени у меня нет. Так, это все химия, поэтому к химии мы это все не ставим. Палочки хлебные, ватные палочки тоже. Все, что вот мелочь вот эту вот продают здесь, нужно ее купить. Макарошки, давай макарошек тоже затарим. Пока, блин, вот придется сюда. Один хрен, что я ровно складываю? Я же потом сейчас на тележке закачусь и все будет в одной куче. Что-то я это не подумал. Ладно, давай вот так вот складывать. Еще купим. Еще купим, не знаю зачем, пусть стоят. Макарошек еще купим. Пусть стоят, пусть будут у нас, знаешь, потом не надо будет ездить. Ореховый шоколад. Чего? Ореховый что? Ореховый шоколад на самом деле так называется, ничего себе. Может быть я и раньше обращал на это внимание, но, как я уже сказал в комментариях, отвечал я там, что у меня сейчас память как у рыбки. И поэтому я удивляюсь и даюсь диву просто всему, чему вот только можно. Даже тому, чего я раньше видел. Я вот чуть-чуть не забыл колбасы купить. Вот это вот беда. Сейчас бы наш народ сидел бы без колбасы. А как жить без нее, не понимаю. Что нам еще здесь нужно? Ничего я думаю, не нужно нам здесь. Маслица обычного нужно купить. Тоже две давай купим. Да и... Да все, собачьи жрачки у нас по-моему тоже нет. И да думаю, что я все уже купил. Хотя может что-то и не купил. Давай для рук купим мытье. И давай шампунь тоже купим. Да все, купил, короче. Пусть будет. Я думаю, ты не будешь сильно противиться тому, что второй ролик выходит бессмысленный практически. Ну как бессмысленный? Мы вроде что-то делаем. А что делаем хреново просыт? Что-то очень важное. Но не очень нужное. Так, а что-то колбаса не хватается. Ну-ка. Взялась. Молодец, колбаса. Угу. А то я помню, я колбасу потерял. Стояла она, висела точнее в воздухе. Из-за того, что разработчик не задумался над физикой колбасы. А колбаса уехала. Точнее я уехал, а колбаса осталась. И все. Ой. Ту-ду-ду-ду. Угу. Закрываем дверцы и поехали в магазин. Итак, мы в магазине. Так что мы сейчас возьмем нашу тележку. Желтенькую почти как у Джаббера, но только свою. Покупную. И возьмем товар, который у нас стоит вот в машине. Думается мне, что у нас получится. Почти получилось. Смотри-ка, за один заход взять все. Почти. А, это торты. Торты мы не будем ставить. Вместе со всеми. Мы торты выставим сейчас отдельно. Торты у нас заслуживают какого-то особого обращения, потому что они стоят, во-первых, как чугунный мост, а во-вторых, потому что мы за ними персонально, можно сказать, ездили когда-то. Да и сейчас как бы я первым делом их купил. Так что думаю, что заслуживают они какого-то отношения хорошего. Но хочу заметить, что тут, по-моему, не вмещается один тортик в этот холодильник. Поэтому, ну поэтому, короче. Все. Не будем заморачиваться над этим. Или помещается. Нет, не помещается ни хрена. Вот как раз одного и не хватит. Одного свободного места. Двух свободных мест не хватит, представляешь? Несправедливо. Хотя, что несправедливо? Вот сюда бросим, да и все. Пусть тут продается. Подумаешь, холодильник не для торта. Ну и ладно. Так, арбузы мы несем вот сюда. Легкую закуску мы несем на прилавок. Растительное масло S сюда. Макарошки на... На куда мы поставим макарошки? Макарошки вообще вот здесь должны стоять. Но, так как у нас все вот эти вот ерундовины стоят вон там, на вот этих полукруглых полках, мы оставим их здесь. Шампунь в химию. Кукурузные хлопья вон туда. Шоколад тоже туда. И соль туда. А, он в туалет захотел. Че, я пшеничное пшеченье взял? Пшеничное пшеченье, наверное, будет стоять у нас... А где бы его поставить? С кофейком. Вместе с кофейком будет стоять пшеничное пшеченье. Пшеничное пшеченье будет называться. Ну да, вот так вот. Я просто уже слова немножечко коверкаю, так как они из меня с большим трудом выходят. Точнее, они с трудом выходят из головы, а из меня-то они вполне себе неплохо выходят. Получается, что я как бы не обдумываю, уже просто говорю и говорю и говорю и говорю на автомате. Не получается у меня думать. Уже просто очень поздно, поэтому я... Поэтому я вот могу запинаться, заговариваться, забывать слова. Ты сильно на меня не ругайся, я не специально. Я честно тебе говорю не специально. Хотел пораньше сесть записывать. Хорина вот получилась у меня записывать. А, подожди, у меня есть корм для животных. Вон там он стоит. Да? Да, стоит, блядь. Аж целых 20 штук теперь есть. Ореховый шоколад мы поставим тоже на вот эту полку. У меня уже тут нет никакого разграничения. Просто я наставил, что только можно было. Шоколад вот сюда. Кукурузные хлопья опять же туда же. Пшеничное печенье вот сюда. Пиццу с овощами в морозилку. Иначе быть не может. Куки-файлы. Блин, вот куки-файлы тоже по-хорошему бы вот сюда вот бросить. Но, блин, к соусу их тоже не камельфо ставить. А давай вот здесь вот будет пшеничное печенье, куки-файлы. И, не знаю, кофеёк сверху бросим. А вот тут ещё одни печеньки поставим. Пусть будут. Пусть будут тут стоять. А здесь будет под масло. Только вот это вот будет на верхней полке большое стоять. А вот это вот здесь везде. Я даже не знаю, как это всё разложить. Потому что... Потому что у меня нет времени, чтобы нарисовать план какой-то приблизительный, хотя бы магазина. А чтобы сделать всё так вот импровизировано, у меня не хватает головешки. Так что... Ещё раз повторюсь, сильно не ругайся. Просто так получается. Хлебные палочки, не знаю, выставлял, не выставлял. Видимо, нет. Моющие средства вон туда. Сахар я ставлю, опять же, вот сюда. Макароши вот. Макароши, а где макароши? А, вот здесь вот они у меня, макароши, стоят. И умягчитель вон туда. Я его не вытаскивал, разве нет? Вот ещё вот это молодец какой. Кешью мы ставим на торец к соусу. Как бы он всегда рядом с соусом стоял, поэтому не нужно их разлучать. Пусть стоят вместе. Это пицца с овощами. Молоко тоже вот сюда. Только это не шоколадное, это обычное. Фри тоже вот сюда. Фри помещается очень неплохо у нас в холодильниках. Не могу. Нареканий никаких не было. Отбеливатель большой ставится тоже сюда, но он скорее будет стоять вот здесь. Где-то вот тут вот. Или вот тут вот. Пока ещё не придумал, ладно. Дойдём когда до него, тогда и будем говорить. Куки файлы, опять же, вот сюда. И в этом видео, я думаю, что мы купим всё-таки машину. Машину за 2 500 мы купим, чтобы хоть чем-то ролик был нужен. То есть, не просто рутинный какой-то ролик. Я всё-таки хочу, чтобы какой-то смысл он имел. Так вот. Спасибо большое, что вы подписываетесь на меня. Мне очень приятно, на самом деле. Очень приятно, что вы меня подписываетесь. Подписываете прям такими количествами, что прям... Ого-го. Ну, не то, что вы прям... Ого-го, но, блин, приятно всё равно. Всё равно приятно, знаешь, когда на тебя подписывается хоть 10-15 человек в день. Это здорово, это здорово. Это приятно осознавать, что ты хоть не на дурака всё это делаешь. Это не просто так. Что тебя смотрят, что ты вроде как бы делаешь хоть для кого-то интересные ролики. А то бы делал, блин, себе сидел и делал бы какие-то неинтересные ролики. Никто бы меня не смотрел. Правильно? Правильно. А стол мы с овощами поставим. Планировалось, конечно, вот сюда это всё организовать. Но я думаю, что вот здесь вот будет стол. Блин, а тогда ты вот не подойдёшь к стойке и к чаю не подойдёшь по-нормальному. Как-то некрасиво получается. Ладно, давай макарошки расставлять. Макарошки уже заждались. Ой, нет-нет-нет-нет-нет. Мы должны их поставить ровненько. Хоть я и говорил, что мы будем ставить их как попало, но не настолько же, как попало, чтобы прям как попало было. Нет, так нельзя. Нужно ставить красиво. Нужно, чтобы всё было лаконично. Чтобы радовало глаз. В первую очередь мой. Во вторую очередь твой. В третью очередь покупательский. И в четвёртую очередь просто радовало. Ты понимаешь, если ты придёшь в магазин и там будет некрасиво разложен товар, ты посмотришь на этот магазин и скажешь, фу, какая забегаловка. А если будет всё красиво, то ты скажешь, уго, уго, какие тут работники, молодцы. Выкладываю товар красивый, чтобы нам было интереснее его разбрасывать в разные стороны. А я скажу, угу, прям специально для тебя и старался. Опять я отвлекался на своё любимое занятие, я капал в нос. А то я понимаю, я слышу, что я начал гундосить. И ничего с этим не поделать, представляешь? Вот ты сидишь просто, говоришь, 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 говоришь. А у тебя хренак и нос заложило. И чё делать? И ничего не делать. И говоришь, как дурак в себя. Но ты же сам прекрасно понимаешь, что ты можешь говорить не в себя. И начинаешь капать в нос. А если будешь капать в нос, то ты привыкнешь к этому. Ну смотри, конечно, чем, но в основном это всё дело привык... К этому всему делу привыкаешь. И если ты не будешь капать, то в итоге... Ты будешь капать постоянно, потому что у тебя нос не будет, так сказать, раскладываться. Он закладывается самостоятельно, так сказать, уже по привычке. И перестаёт дышать без капелек этих. И всё. И пиши про Павел. Твоему носу нужна помощь для того, чтобы дышать. И каждый час, там, я не знаю, спать не можешь нормально. Там проблем, короче, очень много. И у меня такое постоянно. Я начинаю капать в нос. То понимаешь, что ерунда какая-то. Сейчас я просто застудился. Хотя, может, уже и нет. Может, я уже и... Выздоровел, а... Нос просто уже по привычке хочет капелек, поэтому он у меня закладывается. Я не могу ничего сказать. Не могу. Чего? Ну, поставишь ты её или нет? Это же соль. Она же тоненькая. Смотри, какая тоненькая соль. Ну? Представляешь, не хочется ставить соль на прилавок. Потому что она якобы большая. Но она не большая, она маленькая. Сахарок у нас... А, это вот такой вот розовенький. Да, всё, понял. Сахар, сахар. У нас уже целых 20 штук. Ну, давай поставим сахар. Ночь опять наступила. Я ещё раз удивлюсь, что ночь наступила очень быстро. Ведь, казалось бы, мы только начали записывать. А уже... А уже 20 минут. Ты представляешь, мы записываем 20 минут. И как один человек очень внимательно и заметил... Да, я себе пообещал 30-40 минут ролики выпускать. Но, блин, понимаешь, за 30-40 минут ни черта ты не успеешь сделать. Вот. Это не такая игра, в которую можно 30-40 минут играть. Она вот рассчитана на вот такую вот монотонную ерундовину. Либо же я... Чё я поставил сейчас? А, это не то. Это немножечко не то. Это вот сюда вот. Ну-ка. Не то, не то. Вот так, наверное, будет правильно поставить. Понимаешь? Я говорю, ты либо же будешь вырезать половину ролика, половину видоса будешь вырезать. Просто потому что... Просто потому что там вот это вот монотонное выставление товара. И ты будешь записывать полтора часа, выкладывать, блин, по 20 минут ролики. Это не здорово. Так хоть, не знаю, людям, которым нравится смотреть, как я выставляю ровненько товар, хорошо. То есть, если тебе не нравится, например, что я долго выставляю товар, это уже непосредственно твоя проблема. А я хочу выставить красиво ровно товар, чтобы он стоял. Чтобы он стоял красиво и ровно. Как я уже говорил. Я уже говорил, что большинству людей это нравится. И, следовательно, вроде как бы ты не... Блин, не зря ты записываешь... Точнее, я не зря записываю полутора часовые ролики, выкладываю полутора часовые ролики. Ну, конечно, полутора часовые я не выкладываю. Это все-таки утрирование. Но... Но... Часовые были ролики. Было целых три, по-моему, часовых ролика. Из которых я вырезал, ну, не то чтобы много. Я вырезаю, конечно, из всех роликов. Минут по 15, по 20. Там, поездки на автомобиль, еще какую-нибудь ерундовину. Вот как я стену вон тебе ставил. Это издевательство было. Честное слово, я тебе говорю. Потратил полчаса для того, чтобы поставить эти стены ровно. Заняло это очень много времени. И я ничего не мог с собой поделать. Мне нужно было поставить эти стены ровно. Иначе бы я на них ходил, смотрел и думал, что за дебил это сделал. И в итоге я все равно бы переделал и поставил бы ровно. Да, я сейчас хожу и понимаю, что там все-таки есть зазорчик. Но, всяко приятнее, чем было, когда я записывал ролик. И ты видел, как она криво вставала. Она там прям была реально кривой. Ну, нет, так нельзя ставить. Вот так можно. Молодец. Так, что мы решили с кофейком и с печеньками? Первые три полки под печеньки, да? А вот эти вот... Вот эту полку под кофе. Я пока просто еще даже тоже не особо прекрасно... Не особо прекрасно, значит, уже все. Не особо понимаю, как мне правильно будет это все дело раскладывать. Но думается мне, что мы приладимся. Хотя, что прилаживаться, если здесь осталось нам с тобой записать хрен да ни хрена серии. Потому что, даже если игра обновится, а я прочитал, все-таки комментарии там были нормальные, адекватные, которые YouTube пропустил. Обновление, типа, изменить название магазина и ферму добавят какую-то. И я что-то не понимаю особо, что там, какой контент-то будет. Это получится ерундовина последняя. Я как-то даже не знаю, будет ли смысл какой-то по ней записывать ролик. Ролики, точнее. Ну, будет один ролик, конечно. Как один комментатор, мой подписчик, написал, сделай стрим. Я, опять же, не могу обещать про стрим. Во-первых, стрим будет без веб-камеры. Или же будет с веб-камерой, но с шокальным качеством. Просто максимально шокальным качеством. И, естественно, это будет фон. Потому что так как шокальное качество, цвета она воспринимает не прям здорово. Следовательно, цвета она не воспринимает. И удалить программа не сможет ничего. Точнее, удалить она сможет вместе со мной, если только вместе. Вместе со мной, если только вместе. Вот это вообще классно, я сказал. Вот. И получается, что будем смотреть либо меня с фоном в шокальном качестве, либо же без меня, но тоже со звуком не особо хорошим. Короче, тут много проблем технического плана. Да и я просто еще не могу сказать, даже вот если выйдет игра, например, 1-го числа. То есть сегодня, да, вот ты смотришь ролик, и она выйдет сегодня, это обновление. То да, будет стрим. Будет, в любом случае ролик будет. А если оно выйдет в субботу, или в воскресенье, или в... Ну, нет, или в пятницу вечером. То, естественно, не будет никакого ролика, потому что... Потому что... Потому что такая жизнь. Потому что такая жестокая жизнь. И вот мы половину коробки печенья поставили в стену. Найс. Поставим пока коробки вот сюда с печенюхами, так как они нам мешатся, только будут. Мы все-таки... Дебилы. Потому что нужно было бы, наверное, разложить два вида печенья. Нет, а как я два-то положу? Ладно, клубничное печенье тоже туда бросим. Кончилось, представь, лишь место у меня в этом, на полках. Корм для животных, корм для животных. Ну, давай. Поставим вот сюда. Я просто не знаю сейчас. У меня так много коробок, так много коробок. Я даже не знаю, что с ними делать. Это что? Клубничное... Ой, клубничное. Пшеничное печенье. Угу. Куки файлы, они маленькие. Вот они поместятся у нас. Хер, они поместятся. Они тоже, хоть и маленькие, но они не помещаются вниз. Значит, мы разложим внизу либо же пшеничное, либо клубничное печенье. Ну, скорее всего, пшеничное, потому что пшеничного печенья у нас умещается меньше. Во-первых, меньше умещается, а во-вторых, потому что пшеничное печенье у нас на второй полке. То есть, по логике вещей, там должно быть пшеничное печенье. Угу. Надо, кстати, посмотреть по денежке. Может, мне хватит уже на машину? Нет, не хватит. Нам надо будет подождать чуть-чуть совсем. И тогда мы поедем за машиной. Просто затариться я затарился, а вот на машину мне денег не хватит. И я думаю, что в ноль будет неплохо закупиться. Закупиться. Просто купить машину в ноль не будет большой проблемой. Для нас сейчас, так как прибыль у нас неплохая. Собственно, поэтому я не буду переживать. Что у нас было так? Куки-файл. Куки-файлы... Чё, у меня даже нет куки-файлов? Блин, вот это досадно. Досадно, ну ладно. Отбеливатель L поставим мы сейчас с тобой вот сюда. О, нет, мы сюда это не поставим. Мы поставим это с тобой вот сюда. Совсем на верхнюю полку, так как место будет только на ней, чтобы ничего не выпирало. Кто такие большие бочки придумывает? Я... Да нет, вот так вот, наверное, будет правильнее поставить. Да? Ну да. Ой, а куда я пошёл-то? Вообще вот сюда вот нужно коробочки поставить, чтобы я стоял и смотрел на то, что выставляю. Кто такие большие карабахи придумал, когда они не влезают в полку? Как-то неправильно получается. То есть я купил полку, а в полку товар не влезает. И что делать? И в чём я виноват? Я же не виноват, что туда не влезает, правильно, товар? Почему я должен выставлять на верхней полке огромные такие эти жбаны, баклахи с химией? Ну нет, это некрасиво. Знаешь, хоть и купят этот товар сейчас. И будет тут пробел, что-нибудь ещё будет. Я всё равно хочу ставить красиво. Потому что могу. Умягчитель, умягчитель мы поставим вот сюда. Блин, давай умягчитель тоже поставим вот сюда. И средства для чистки туалетов поставим вот сюда. Думается мне, что это самый оптимальный вариант расстановки всей вот этой химозы. А может и не самый оптимальный. Я пока ещё для себя чётко не определился. Какой здесь вариант будет самый хороший. Но думается мне, что все варианты, какие бы мы и не применили с тобой, правильно? Правильно. Будут идеальными. Так как мы кто? Профессионалы своего дела. Мы выкладываем товар с огромной скоростью, точнее с маленькой скоростью, но работаем ночами, чтобы покупатели пришли и обрадовались. Обрадовались чему? Обрадовались тому, что всё ровно стоит. Моющие средства у нас что такое? А, это вот эта вот ерундовина. Ёлки-палки. А куда ж мне столько складывать-то? У меня столько места нет. Как быть? А почему ты не вылезаешь? Ну-ка. Ну и что ты? И что ты? Вот, молодец. Угу. 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 Давай-ка мы сюда немножечко заедем. Тут получится ещё мы один рядок займём этим моющим средством. Моющий средств. Чё оно моет-то? Похоже на средства для труб. Laundry Detergent for White Colors. Для белых цветов. То есть отбеливатель что ли какой-то? А это для тёмных цветов. А рыжий для чего? А, это для... Это же кондиционер для того, чтобы это... Стирать бельё. Да? Да? Блин. Кто переводил эту игру? Остаётся загадкой. Давай поставим умягчители вот сюда. Там же их нигде не стоит. Нет, нигде не стоят они. Соответственно, мы берём умягчители и ставим их вот на вот эту полку. Полка с химией? Полка с химией. Значит, никаких нарушений у нас с тобой нет. Ни санитарных, ни каких-то пищевых. Как они там правильно называются, я не знаю. Просто никакие нормы мы не нарушаем. Следовательно, к нам никаких претензий быть не может. Мы просто раскладываем товар. Блин, ну красиво. В целом классно смотрится. Шампунь, мытьё рук, отбеливатель S. Отбеливатель S. Давай тоже сюда вот бросим. Тут у нас такой, знаешь, такой стеллаж для этого. Как это правильно называется-то? Для прям жёсткой отмывалки. Отмывалки, как правильно? Для серьёзных загрязнений, короче. Чё-то такое я хотел сказать. То есть, чтобы вот отстирывать вещи, отмывать полы, я не знаю, там, отмывать, вот, стирать, отбеливать, мыть туалеты, вот, подгузники вытираться, там, не знаю, класть себе, надевать, чтобы ночью, там, не знаю, не об этого, не об этого самого. Короче, очень полезный у нас этот отдел. И в целом он такой, знаешь, тематический достаточно, то есть он никак не выделяется особо. Он под химию, под химию со всякими вот этими вот подгузниками, вот сюда бы ещё ткань бы захреначить и было бы вообще классно. Но пока что у меня нет такой возможности, там нет такого стеллажа. Можно было бы продлить немножечко и наставить, но, блин, мы уже немножечко просрали этот момент, поэтому получается вот как получается. Ой, я думал, я нажал, у меня выскочило что-то. А это, оказывается, оказывается, вот здесь вот, наверное, не встанет вот эта вот упаковка, потому что она большая. А вот это встанет, да? Да, смотри. Ну, разработчик, ну ты даёшь, ну ты молодец. Ну ты... Ой. Слов у меня на тебя нет просто вообще. Видите, хрен он ко мне прислушается, ведь меня не так много людей смотрит, тем более он, ещё тем более и на русском. Кто же будет меня смотреть на русском языке-то? Так, 73 доллара мы... Откуда же мы 73 доллара только что получили? Не знаешь? Я тоже не знаю. Торты, корн... А, торт продали, ничего себе как... Хорошо. А, нет, я не могу. Я пришёл ещё сохраниться и... Пойти закинуть денюжки. Так, закрыть машину. И бегом за пополнением. По-моему, 2500 стоит. Или не 2500, или 2000 он стоит. Или полторы. Ладно, давай 2500 накопим и тогда уже поедем, чтобы со спокойной совестью два раза не гоняться туда-обратно. Мы просто загоняем и всё, и наверняка купим этот автомобиль. Не знаю, правда, может он по управляемости хорош? Зачем он там нужен-то? Если есть вот такая вот бандурина, которая перевозит всё, что можно, только и... В принципе, стоит не сильно дороже. Мытьё рук у нас ставится вот сюда. Ой, подожди. Вот, ну нет. Я хочу заметить, я работаю всё-таки над собой в плане последовательности действий и в плане всё-таки запоминания, хоть какого-никакого. Я очень стараюсь, честно тебе говорю. Очень стараюсь. Я стараюсь делать всё последовательно и стараюсь не делать ничего, как сказать себе. Стараюсь всё доводить, короче, до конца. Вот я решил вот выложить химию, я выкладываю химию. Я не побежал выкладывать какие-нибудь, не знаю, там, кешью выкладывать, например, или овощи с фруктами. А мог. Так, ну, химию мы выставили, правильно, выставили. Пойдём тогда вот эту вот, вот, кешью выкладывать. Как раз таки. Всё-таки добрался я до этого кешью. А, кстати, где он у нас сейчас? Орешки-то эти. Они где у нас, их нет. Вот это здорово. На последовательность я работаю, видишь? Я просто положил закуску, чтобы она у нас была, а вдруг её захотят купить, а у меня её нет. И всё. И как быть? И никак не быть. Придётся покупателям объяснять, что вот, ну, не получится у тебя покушать сегодня закуску. Блин, запрыгнуть нельзя. Очень жаль. Хотя здесь есть стремянка, но она, знаешь, она такая, тоже, такое решение себе, но не очень хорошее. Я на стремянке, на этой стою точно так же, как и на коробке, и тем более он никак не цепляется за эту стремянку, поэтому встать на неё как-то прям, прям встать-встать на неё нельзя. Не, ну ты серьёзно? Разрабатыватель, ты зачем такую игру сделал, в которой нельзя ровно что-то поставить? Ты что, идиот? Да, написали, что вот, якобы ты, ну, разработчик не планировал, что ты так будешь дотошно всё расставлять. Пусть планирует. Пусть планирует. Я хочу расставлять ровно. Я хочу расставлять так, чтобы было красиво. Чё это за магазин, в котором некрасиво? Это нехороший магазин. Получается, в него ходит очень мало людей. Или же покупатель, ой, директор, или кто там самый ответственный в этом магазине за... За этот магазин, короче. Наплевательски относится к покупателям, к своим клиентам потенциальным, которые будут покупать у него товары. А это значит что? Это значит, что в такие магазины ходить не нужно, где тебя нахрен посылают и пол не моют. Вот. А ты думал, чё? Ты думал, всё так просто? Нет, конечно. Или думала, может быть. Меня же смотрит много девушек, поэтому, может быть, ты думал, что нужно ходить в магазины, на которых тебя нахрен посылают. Нет, ни в коем случае не ходи туда. Ну, давай, может, этот стеллаж закончим, да, и... Блин, чё же нет-то? Серия как раз уже идёт почти 40 минут. Так что... Так что шо? Вот так вот. Время летит быстро. С тобой очень приятно находиться рядом. Мы с тобой общаемся так хорошо. Такой славный собеседник. Я прям не могу. Мне прям... Быстро время с тобой пролетает. Угу, угу, ну-ка. Угу. Я сейчас вот в голове мысленно и медленно прокручиваю моменты, как я буду играть в хаус флиппер. Вот это вот меня, на самом деле, немножечко настораживает, потому что я не представляю, как... А, я, блин, свет-то не заплатил. Думаю, темно чё-то. Я не представляю, как я буду это делать, потому что... Потому что... Потому что... Как я посмотрел, эта игрушка, она прям там, типа, ну, прям вот прям такая, она прям основательная. Ну, получается... Получается, прям как-то... Прям как-то мне не по себе стало, сколько я буду её проходить. Я не знаю, лет 10, может быть. Может, 20, хрен его знает. Пока не умру от старости, я буду её, наверное, проходить. Потому что там... Всё-таки почти то же самое, только ещё и с домами. Как в The Tenancy, по-моему, да? Или я что-то путаю, конечно. Поиграем, значит, увидим, как там пойдёт. Просто, опять же, я... Если мне понравится там вот эта вот механика, вот это вот раскладывание и установки чего-либо ровно, то, естественно, я буду делать это ровно. А если мне не понравится, я буду делать, как получится. Потому что... Потому что зачем я буду тратить время на эту ерунду? Хотя здесь я зачем-то это трачу. Время. Ну, потому что тебе нравится. И мне нравится. Мне нравится раскладывать ровно. Мне нравится раскладывать ровно, потому что ровно всё. Красиво. Куда у меня деньги списались? Откуда... Почему у меня сто восемь... Тысяча восемьсот-то? А, всё. Ну, смотри, у меня остался один доллар накопить. И... В принципе, можно уже гнать. Нет, ты делаешь всё не так. В принципе, можно гнать за машиной и заканчивать серию. Но мы сначала выставим кукурузные хлопушки. А потом фрукты. С овощами. И потом уже погоним... Ой. Нет, это я уже разошёлся. И потом уже погоним... Гоним за машиной. Правильно? Правильно. Мы с тобой именно так и сделаем. А тот, кому не нравится смотреть, как я раскладываю товар, наверняка уже увидел, как я что-то купил. Точнее, не что-то, а машину. Блин, всё равно всё не поместится. Ещё я пытаюсь разложить. Пять штуки осталось. Ну смотри, полка-то вообще прям целиковая. Прям заполненная. Красота. Блин, мне нравится на самом деле. Красиво выглядит магазин. На самом деле, красиво выглядят эти стеллажи, полки. Здорово. Здорово. Спору нет. Смотри, вот вообще класс. Вот так вот вообще здорово смотрится. Мужик, покупай мне всё, что видишь. Денюжки мне приноси, мы поедем сейчас за машиной, за новой. Ну, давай беги. Беги-беги-беги-беги, мой хороший. Давай, торопись. Время, деньги. You are not hungry. Я просто два раза нажал, да, и поэтому так получилось. Мы хотим поставить стол. Стол хотим поставить куда-нибудь вот сюда. Просто если я поставлю вот сюда, то мне подойти будет неудобно. Ко всему, чему только здесь можно подходить. А, следовательно, будет не очень красиво. Можно поставить вот сюда, но сюда вообще покупатели подходить-то не должны. Так что, так что пока ещё даже неизвестно, куда пойдут наши овощи с фруктами. Вот сюда забацать? Ну, как вариант, хочу заметить, вот сюда вот будет неплохо. Ну, плохо, но, ну не так плохо, как могло бы быть. Так что, давай пока временно будет стоять это здесь. Бананчики, блин, или вот сюда вот разложить. Нет, здесь будет масло стоять, так что, так что ладно. Так, бананы должны смотреть на нас. Нет молока, блин, молоко-то я купил, а не выставил. Ну, ничего страшного, выставим в следующей серии. В следующем видео выставим. Беда какая, правильно? Ну, криво ставлю, криво. Криво, уже всё, уже всё пошло по одному месту. Уже всё идёт по одному местечку. Ну, ничего страшного. Это чувство, когда ты всю серию раскладываешь всё ровно, а потом говоришь, что ничего страшного, если будет криво. Логика. Логика, блин, неописуемая просто. Так, думаю, что вот так вот мы будем выставлять овощи с фруктами, а вот это вот дело подождёт нас вот здесь пока что. Нет, оно подождёт нас вот здесь, так как у нас здесь есть местечко. Правильно, правильно. Идём, одни апельсины ставим, вторые апельсины вон туда на выброс. Берём одни яблоки на выброс, а другие ставим. И всё. И арбузы пойдём выставим. Арбузы, когда выставим, тогда поедем за машиной. А пока смотри, как я выставляю апельсинки. Ну, возьмись ты. А он взялся, а я на неё ругаюсь. Зря, зря ругался. Ну, ты что такое делаешь-то? Почему ты не поставился-то? Два раза подряд. Ты представляешь, не поставил и всё. Говорит, не поставлю, и не хочу ставить. А ты делай, что хочешь со мной. А я ему говорю, а я сделаю. Кстати, смотри-ка. 12 бананов получается, да? 11 бананов. Или подожди. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, одиннадцать. А апельсинов получается 10. Где? Спрашивается. Это обман. А обман кругом. Как-нибудь несправедливо получается. Даже обидно стало. Часть бананов я покупаю вон сколько, а апельсинов с яблоками я покупаю вон сколько. Ну, нет, ну это уже вот ни в какие эти... Да, яблок тоже 10. Ой-ой-ой, нет пиццы с овощами. Да есть пиццы с овощами, просто она лежит в коробке. Подойди да возьми. Обычно, если нет на стеллажах, ничего, я подхожу, доберу из ящиков, которые стоят рядом. Так что не думаю, что уж это большая проблема. Да, кстати, я хочу... Знаешь, магазин светофоров. В светофоре там как бы... Если ты там был хоть раз, там стоят ящики, точнее коробки. И просто ты сам застаешь все это из коробок. То есть там не тратится на вот эти все разборки и это, и поэтому там немножечко дешевле. А возможно там дешевле, потому что там товар не особо хорошего качества. Не могу ничего сказать. Ни хорошего, ни плохого про этот магазин. Так что вот. Так и у нас. Ставили бы, вот, взял, поставил там ящик. Пусть берет из него что хочет. Что я его трогаю, что ли? Пусть берет. 2,996. Нам хватает как раз на... Легкая закуска и что тут? А, легкая закуска. Нам хватает как раз на машину. Так что мы... А, нет, мы поедем на скутере туда. Нет, мы туда пойдем пешком, потому что нам нужно экономить... Не то чтобы экономить, нам нужно просто добраться до туда, чтобы не было там, не оставить никакой транспорт там. Так что мы с тобой увидимся в автосалоне. И вот мы приехали... Пришли, точнее, в автосалон. Отходим к мужику в кепке и в модных очках. Говорим ему, подбирать. Цена полторы тысячи, елки-палки, я на нее копил. Купить, подбирать. И бежим к нашему автомобилю. Возможно, автопарк пополнится на целых... Раз, два, три, четыре, пять автомобилей еще, но пока что нам об этом никто не говорит. И чем же она отличается от той машины, которая у нас уже была? Тем, что она переключается немножко позже? Блин, ну слушай, поворачивает она лучше? Или мне кажется? Нет, лучше все-таки поворачивать. Слушай, он прям поворачивает. То есть, прям поворачиваешь рули, она прям поворачивает в ту сторону, в какую ты говоришь. Да, ну, по крайней мере, после того... После той машины, мне кажется, есть какое-то отличие. Да, смотри, да, прям поворачивает. Вот если ты хочешь, чтобы она поворачивала и не была как сраный вот этот мотоцикл за 500 рублей, ну, тормозит она точно так же. То покупай вот этот вот подбирать. Так, открыть дверь, это что? А зачем? То есть, а, подожди, а как... Чё я туда должен складывать-то? Открытая... Открытая дверь. Открытая дверь. Показать информацию. Его тоже надо заправлять. А вот у этого нет такой информации. А этого тоже надо заправлять. Нет, тогда не надо покупать этот автомобиль. Он лишь увеличивает твои затраты. Собственно говоря, невыгодный автомобиль. Это мой вердикт. Давай мы закончим на этом и прощаться давай с тобой. Спасибо за то, что досмотрел видео до конца, до этого момента. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, обязательно подпишись на канал и прокомментируй. Поделись видео с друзьями. Увидимся с тобой в следующей серии. Скорее всего, даже может быть уже в обновлении. В обновленной. А возможно, ты посмотришь стрим, хрен его не знает. До встречи в новом видео. Пока. Ой, пока. Пока.